Я работаю на церковной лавке и хочу уходить. У нас церковная лавка находится на территории храма. Не в храме, а вот на этом, в ограде. Да, да. И вот. И я, в общем-то, всё, я решила. Я давно про это думала уже, наверное, больше месяца. И вчера, в очередной раз, убираясь в храме, про это думаю, и тут смотрю сообщение от брата Ивана Грибанова про торговлю в церкви. И вот это меня уже, как бы, я уже всё подумаю. Вот это всё, вот это мне был ответ. И я этот, всё, я уже уйду. И сегодня я разговаривала с настоятелем. Ну, разговор, конечно, был тяжёлый. Он меня ругал. А на что? То, что, ну, сказал, что я, что это бесы мне внушают. Вот я ухожу, бросаю, свой крест не хочу нести. Вот. Да как, а Христос кого выгонял из храма? А мне спрашивают, а ты зачем уходишь? Почему, какая тут причина-то? Я ему сказала, говорю, я боюсь, меня Господь скоро отсюда бичом выкинет. Выгонит. Написано же в Евангелии. И вот он, в общем, он мне начал, ну, начал меня ругать. Вот, как ты уходишь, и ты гордая. Тут, ты увидел, что будет тут работать, некому будет работать. И, в общем, вот это мне весом нашептали. А им кто это нашептал торговать? Не знаю. Я там молчала, конечно. Но он мне вот кричит, задает вопрос. Ну, и что делать, и что ты предлагаешь, что ты предлагаешь. Он мне кричит, все. Десятину, скажу, установите, чтобы каждый платил десятую часть. Это закон Божий. И вся торговля... У вас больше будет средств. Весь сказ. Он говорит, ну, ты же одна не... Ну, в общем, он ничего не может сказать, просто сказал, что ты же одна не сможешь церковь содержать. Вот так. Хорошо, сейчас поговорим. Я вам скину материал у меня в книге «Крестному православию». Там торговля и храм несовместимые. У меня есть последняя ваша книга. Я читала все. Это я все знаю. Читала. Слава Богу. Это «Крестному православию»? Да, да. Последняя. Я первую прочитала, а сейчас последнюю купила. Последний выпуск. Такая толстая она там с фотографиями. Я купила. У меня есть она, я читаю. И трехтомники купила. Там все сказано, все по канону, жития, Библия на первом месте. Как это бесы? Бесы там, где люди идут против Слова Божия. А где по Слову Божию, там Дух Святой. Батюшка что-то ошибся. Вот он мне говорит, я тебя не благословлю уходить. Ну, я думаю, а зачем мне благословлять? Господь благословляет, скажет, сказал. Он выгнал, никого не бил. А только те, которые торгуют. И у вас крещение, за крещение деньги платят? У нас давно крещения не было. Я в жизни на лавке. И я не приним... Младенца только мы сейчас принимаем. Мы деньги не берем за это. А младенца в полном погружении. Вот в воскресенье будет второе крещение. Был крещение, да, это деньги мы не брали. Но он не знает об этом, конечно. Ну, вы, батюшки, скажите. Скажи, вы меня так не благословляете. А зачем, когда Господь сказал? Тут не надо благословения. Слово Божие говорит, непрестанно молитесь. На это не надо искать благословения. Должно быть полное погружение. Емных и Филипп оба сошли в воду. На это не надо благословения. Потому что Бог благословил. А зачем посредник-то? Да. Фафиан Затворник говорит, если Бог... Люди говорят, благословляю, а Бог говорит, не благословляю. Кого... Что случится? Вот и весь ответ. Да. Это хорошо. Немало не беспокойтесь. Трудитесь, работайте. Без этого обойдетесь. Десятина. Здесь я работаю. Я сейчас вот собираюсь уже. До выходных доработаю. Меня подняли кто-нибудь в выходной. Я вот уже уйду. Я работу нашла в садике. В садик пойду работать. Хорошо. Еще вопросы? Да, Инна Тихонович. Вот у нас одна прихожанка. Она говорит, я хочу... Прошу общаемся. Она говорит, я вот тоже... Я хочу работать на лавке. Сейчас вот она узнает. Она у меня спросит, почему ты уходишь? И вообще вопрос. Сейчас меня будут люди спрашивать, а почему ты ушла? Как вот мне все это отвечаешь? Так, ответ, скажи. Скажи, по-другому никак. Господь придет, бещо будет выгонять. Вы теряете абсолютно все. Потому что это храм Божий. С торговлей несовместимый. Вы в книге Крестного православия еще раз эту тему прочитайте. Там подробности все. Ну и что на этом сказать? Люди не знают. Они знают, это слепой человек. Он идет в яму, падает и за собой остальных тащит. Оба упадут в яму. Немало не беспокойтесь. Благодарите Бога, что вам дает это истинное понимание, даже если что-то терять будете. Терять грех будете. Помолите за меня. Мне как-то тихая радость какая-то на душе, что я уйду отсюда. И во-вторых, я ведь в воскресенье на службе не бываю. Я все время здесь, на лавке. Мне хотя говорят, что ты вроде как в храме, но я же не на службе, а мне хочется на службе быть. Вот я еще и за это радуюсь. Ладно, ладно. Хорошо, просто это приятно слышать. У меня было такое. Вызвал меня в печь для просворни, что-то я печник. Вот. В это время там в другом городе позвал благочинный. Ему Красноярский край подчиняется. Отец Николай Бурдин. Ну и оставил меня. А помогают две женщины, а они торговки. Ну я им сказал, я не знаю, когда он приехал, батюшка, они не вышли. А народ-то столпился. Очередь не движется. Что такое шум? Батюшка говорит, а что за шум-то такое? А там прислужник говорит, да торговать некуда? Как нету? А где Ольга с Таней? Да нету их. А ну иди ищи их. Он нашел, они стоят молятся. Батюшка сказал, я сказал, что так будет, но не разговаривайте. Потом ему объясните. Батюшка говорит, я бы убрал это. Да вы же видите, торговля какая. Литургия идет, и как будто ее нету. Заменили. Истину Божию, ложу, мамона. Не можете служить Богу и мамоне. Мамона это добыча. Так что все как надо. И вот то есть, моя знакомая, которая хочет идти на лавку, тоже работать. Мне ведь ей тоже надо так сказать, что тебе не нужно туда идти. Ну как бы ей сказать надо, Райта? Ей скажите, как есть. Я скидывал здесь, спрашивал Вячеслав, я ему скинул местописание. Как советник. Он вам скинул? Ну все, там все сказано. Все, как надо себя мужественно вести. Не надо глядеть, что там люди говорят. Люди приходят и уходят. А истина остается всегда. Мы без этого, без торговли проживем. Тем более свечи нечистые. Они не из воска. Там сырозин, парафин, всякая гадость. А Богу только лебедь. Лебедь, 10 глава, 10 стих. И говорит, отличайте чистое от нечистого, священное от не священного. Отличайте. Богу это не угодно, как Серафим Царовский говорил. Только чисто восковые. Вот у нас берут спасики, мы сами выливаем, наши такие сестры, незамужние, пожилые. И свящие горят. Такой аромат от них идет. А тут продают синие, зеленые, какие только не бывают. Это обман. Ну все тогда. Я тут видел, поют прощание славянки. И там поет артистка Зарипова. Нет. Вы не видели ее? Не видела, нет. Я постараюсь сейчас найти. Если найду, то я вам скину. Я материалы уже все скинул. Так что смотрите, у нас огромные материалы, насчитанная Библия моим голосом, Жития святых, Златоуст 12 томов. Да, у меня все это есть. Я участвую в молитвах и в собраниях, и в занятиях. Слава Богу. Все. Отхожу тогда, ладно? Спасибо, Христос. Аллилуйя. С Богом. Держись крепко. Субтитры сделал DimaTorzok